Добрый вечер! Обсуждается самым подробнейшим образом, и это источник для многих-многих-многих книг, впоследствии, которые пришли после него. Какая сила препятствует человеку посвящать свои дела во имя Всевышнего? Сила эта называется «дурное побуждение», как оно переведено тут, или по-русски называется она еще по-другому «дурное начало». Звало его когда-то «инициатор зла». Все переводы могут подойти на иврите «е царара». Это та самая сила, которая может человека увести от пути прямого, дать ему некие ложные идеи, которые уведут его от этого пути, от пути посвящения своих дел Всевышнему. Мы с вами уже находимся на третьем-четвертом занятии, в котором уже эта тема обсуждается, и совершенно искусственным образом Рабейну Бахия описывает нам вот этот путь, по которому это дурное начало, дурное побуждение, как оно обводит человека вокруг своего пальца, как оно ставит ему за подню один за другой. Начиная с того, что, ну смотрите, ну может быть душа не остается после смерти, а может вообще нету никакой силы, которая сотворила этот мир. А если эта сила есть, так может быть их там не одна, а несколько. А откуда вы знаете вообще все, что это правда? А может быть Тора, откуда вы взяли, что она из небес, откуда вы знаете, что Тора устная, она тоже является частью Торы письменной и так далее. Удивительно, и мы к этому вернемся еще раз, еще один раз. Все вопросы, которые поднимаются сейчас, мы видим, книга написана 850 лет назад приблизительно, все те же самые вопросы уже стояли тогда, и люди то же самое спрашивали, и мы видим о том, что то же самое дурное побуждение, как оно пыталось сердце человека склонить в былые времена, мало чем отличается от сегодняшних дней. Давайте продолжим. Когда дурное побуждение потеряет надежду поселять в нас сомнение во всем том, о чем говорилось до сих пор, оно попытается... Ипс... Следующий шанс. Секундочку. Что имеется в виду? Он тут сказал во всем том, о чем говорилось до сих пор, о чем говорилось. Все, что перечислил, это основы веры. Дальше мы поймем, что речь идет пока о простом человеке, простой еврей, который родился в еврейской религиозной семье, как тогда было, тогда не было атеизма, не было вообще понятия светского еврея. И вот он на каком-то этапе, я начну пробуждаться, у него вопросы. Ну, простого человека. Если он, как мы тут описали на прошлых занятиях, сможет силой своего разума дать отпор или спросить у того, кто более сведущий, и понять, как мы уже много раз говорили, понять все основы, прояснить истину, эта истина должна быть чуть-чуть светом, который разгоняет много тьмы, то тогда все эти вопросы, которые... Это дурное побуждение, пробуждая в человеке, они уходят. Как они появляются, так и не уходят. Все вопросы, которые тут обсуждались, это одна, это три основы иудаизма, как, надеюсь, всех вы знаете, или 13 принципов, которые сформулировали Рамбам, то есть это база веры всего, всей, всей Тории. Пробейну Бахья приходит к точке, когда говорит о том, что, смотрите, на каком-то этапе, предположим, что этому дурному побуждению не удалось увести человека от этого пути. Нихшан, то есть он провалился в своей попытке загнать это в ловушку. Теперь скажите, помните, мы говорили, основной принцип поведения этого дурного побуждения. В отличие от человека, у которого есть подъемы и спуски, и поведение зависит от всякого разного настроения, вообще от угрозы, от надежды. Дурное побуждение – это сила, которая никогда не теряет силы и никогда не теряет надежды. И неважно, оно выиграло, неважно, оно проиграло, оно продолжает преследовать человека всю жизнь, до минуты его смерти. Поэтому в такой ситуации, когда она проиграла бой за веру, говорит, хорошо, у этого человека, по-видимому, вера сильна. И он держится за нее крепко. Значит, не это место. Если есть не это место, уж точно есть какое-то другое место, надо найти, называется, слабинку. Слабинку. Вдруг вспомнил о том, что в какой-то книге читал, что КГБ, или там все, не надо КГБ, все, по-видимому, разведки мира, когда они хотят кого-то, я знаю, там, в свои сети заманить, то они ищут у этого человека слабое место. Посредством, надавив на него, можно его заманить в свою сеть. Очень подобно на это. Так вот, что он говорит. Когда дурное побуждение потерял, он не ежду поселить в нас сомнение во всем том, то есть в основах веры. Оно попытается привить нам, надеюсь, вы уже догадываетесь, что. Потому что больше всего каждый из нас чувствует вялость и лень в делах служения. Вялость и лень. А е в еге. Вялость и лень. Загрузить нас делами этого мира, связанности, дой, питьем, одерживанием. Сейчас мы разберем это. Знаете, тут дело как стоит. Есть у нас разум, телег человека. И, естественно, что пытается это дурное побуждение атаковать его. Видится о том, что там, так сказать, крепко держится. Он говорит, его оставляют в покое. Давай о тебе хорошо думай. Думай, рассуждай, молись, не знаешь, что делать. Но кто тебе сказал, будь человеком религиозным. Утром молитва, будь молитвой. Тфилин, тфилин. Хочешь сказать благословение, скажи благословение. Скажите, сколько занимает у нас конкретное осуществление повелений Всевышнего? Вот такие, которые мы там знаем. Вот такой вот там мужчина, это молитва, тфилин, 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 ты знаешь, Сказа благословение. Сколько времени занимает? У нас 24 в сутки. Сколько занимает? Ну, может быть, 2%, 5%. А что все остальное, 95%? Тихо говорит намец и рарага. Это самое дурное побуждение говорит. Послушайте. Во всем остальном, будь человеком. Каким человеком? Знаете, каким? Нормальным. А какой нормальный? Ну, как я. Кто нормальный? Видите, сколько людей вокруг? В округовой системе каждый показывает на себя и говорит, ну, типа меня, ну, я же нормальный. Все люди ходят нормальные. Нормальное это значит о том, что не надо бы фанатикам. Знаете, что происходит? Речь идет снова о людях простых. Мы к этой теме еще раз снова вернемся. Значит, в основах веры не удалось его переубедить. Ну, тогда, допустим, на него что-то простое. Вялость или? Теперь, может быть, женщинам это меньше известно. Но для мужчин, то самая работа под названием молитва, обязанность, утром молиться, каждое утро, и днем, и вечером, три раза в день. Она не просто так называется, а вот, да, работа. Это действительно колоссальная работа. Каждый день борьба за своим этим дурным побуждением. Наблюдая, вы видите, это может быть не так заметно в синагоге. А парень, он бегает такой бодрый. Все, пришло время молитвы. Какая-то нападает такая слабость какая-то, начинает зевать. А когда сели учиться, ну, это еще в начале, а потом, чуть-чуть, так сказать, после пяти минут, десяти минут, сразу же, знаете, наступает так называемая слабоумие. То есть, это как попытка человека поднять какие-то гантели, он так вначале бодро так начинает, начинает, а постепенно, постепенно, и в урод, так сказать. Не отличается от этого усилие умственное, оно точно так же, человек должен принять при учебе это усилие, и он его делает, 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 делает. Смотришь, начинает зевать, смотрит, смотрит уже по сторонам, смотрит уже, видите, в ялости лень, дела хуже. Не надо быть фанатом, да, будь человеком, спокойно, полежи, пройдет, смотришь. Вы думаете, это все? Смотри, во-первых же, вы знали, написано, в ялости лень, это как бы стоит на номер один, на самом начале, потому что она корень всего. Практически все прегрешения, которые у нас есть, когда человек падает, в какой момент жизни этого и происходит? Когда мы здоровы, когда наш разум, он крепок, и когда видит мир, ясно вокруг себя, очень тяжело, очень тяжело упасть в этот момент. А когда мы падаем? Уставшие, недовольные. И лень еще с детства не перебороли. И вообще что-то осталось такое тяжелое в состоянии душевном. Вот в этот момент приходят и все беды. В этот момент и приходят и все слова, которые ему, это дурное начало, дурное побуждение ему нашепчивает. Все, 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 все в этом состоянии, в ялости и лени, это петах, это открыть, это врата, да, это врата к нарушениям всем, которые есть. В ялости и лень. Что нельзя быть вялым, что делать с ленью? Во-первых, надо знать, что это самое большое зло для нас. Надо знать, что это опасное состояние, которое надо оберегать. Человек не может быть все время в бодром состоянии духа, и не у всех есть такое тело, которое оно такое проворное, крепкое, которое... Есть люди, которые ленятся. Но хотя бы знать, что когда мы полностью отдаем себя этому состоянию, это может нам прямо на месте привести к чему-то очень такому, к чему мы потом будем очень сожалеть. Вялость и лень, это надо помнить, это наш враг, вялость и лень. Почему? Потому что он не всегда результат естественного состояния нашего тела. Обратите внимание, что то же самое состояние, когда у нас иногда вялость и лень, как только нам это дурное побуждение подбросит что-то более пикантное, смотришь, оно пропадает в одну секунду. В одну секунду. Это как, помните, было и времена, по-видимому, может и сейчас, я не знаю, когда-то было, наблюдалось явление о том, что, так сказать, у мужчин особенно, о том, что, знаете, они могли сидеть тихо такие, так сказать, в вялости и лень, а один сказать, ну, давайте сообразим, и вдруг смотришь, все как-то приободрились, и сразу забегали все, так сказать, бодрые ходят, так сказать, ну, сообразить же надо. Вы видели в Йом-Кипур, как люди ходят полумертвыми? То есть, в принципе, бывает такое, что человек по каким-то своим обстоятельствам, он не ест целый день, потому что он занят чем-то, хочет что-то добиться. Никто не падает в обморок. Вы видели, как выглядят мои люди в Йом-Кипур? А, знаешь, люди просто, есть, которые вообще падают в обморок? Целый день не ел, не пил, представляете, не пил. Удивительное дело. Приходят мацы в Йом-Кипур. А они же еще не ели. Никто не пил, не ел. Смотришь, воскрешение из мертвых. Полная энергия, полная, вдруг ни с того, ни с сего. А откуда вдруг появляется энергия, что говорят? По-другому. Вялость и лень – это наш враг. Но думайте, это только единственное, что... Но это начало, но поселяя в наших сердцах, вовсе нет. Это только для начала. Это для того, чтобы открыть врата эти, чтобы туда зайти полностью. И тогда что? Тогда дурное побуждение захочет загрузить нас делами этого мира. И пошло-поехало. Покушать, попить, одеться. Надо съездить, надо туда, надо сюда. Разные телесные удовольствия. Видите, это же было еще... Весь список-то не... Он бы не огласил, потому что речь-то идет в столетиях назад, когда... Средние века. Представляете, сколько у нас. Вокруг чего жизнь наша вертится? По большому счету, вокруг еды. Скоро завтрак, верно? А потом ощущения после завтрака... И есть какой-то маленький перерыв, а потом просто в ожидании обеда. После обеда он плотный, поэтому надо переваривать, поэтому сразу же уже тяжело, начинается... Ко сну. А если кто-то удалось чуть-чуть подремать, то обязательно на чашечку кофе или чай, или... Естественно, что если уже... То с чем-то. Пирожок какой-то, или, знаете, булочку. Ну, а вечером, естественно, святое дело, он поесть. Я же не пойду на пустой желудок спать. Человек хочет знать о своем состоянии духа, где он находится. Надо прикинуть, что нас радует. Что меня обрадует? Вот мысль о том, что скоро обед. Мысль о том, что скоро я открою рамбу мою, там, прочту что-то. Что меня будет радовать? Еда, питье, одежда. Я обратил внимание только лет назад, несколько лет назад. Пришлось быть в одном месте, где там был лектор, не из черно-белого, значит, так сказать, ассоциации, да, а где-то только в 3-4 раз вдруг обратил внимание, что каждый раз он надевается в другую одежду, мужчина. Вдруг я подумал, секундочку, ему же надо каждое утро решать, что одеться. Понимаете, это решение, может быть, с вечера принимает решение, может быть, с утра принимает, может, это спонтанное. Я не говорю про жизнь, женщина – это отдельная история, это жизнь сама по себе, и никто у нее это не забирает и не должен забрать. Весь вопрос только одежда, но какую пропорцию должно занимать нашей жизни? Еда, питье – все нам нужно. Действительно, нам нужны все виды еды, все виды напитков, все виды одежды. Зайдем в супермаркет. Смотрите, мы живем вообще во времена, которые никогда никому не снилось. Никогда не представляли о том, что придет время, вы зайдете в какой-то супер-ипер, не знаю, просто можно от удивления одних видов продуктов, сколько видов, не знаю, чего-то вы хотите, чего вы хотите. Видов, я знаю, там одних какие-то… Бананы трех видов, яблоки, знаю, 10 видов, это только плоды. О всяких видах этих, бисквиты и крекеры и такие, и всякие. Зайдите в водички, сколько видов есть воды попить. И какая, и такая кока-кола, и такая кока-кола, и такая кока-кола. Иногда один человек, слышал одного человека, который сказал о том, что он один раз пошел специально в супермаркет посмотреть на все виды продуктов, которые есть, чтобы почувствовать благословение того, что они ему не нужны. Просто всему этому не нужно. Не нужно. Теперь снова, чтобы люди, кто-то не подумал, снова мы обращаемся к людям религиозным, те, которые соблюдают орубецвод, которые хотят идти по пути служения Всевышнему. Да, мы не обращаемся к другим людям, которые не понимают, о чем речь тут идет. Кто хочет жить еврейской жизнью, он должен знать о том, что, ну, с одной стороны, не надо жить этой спартанской жизнью, не надо быть отшельником, не надо быть человеком, который живет только хлебом и водой. Не об этом речь идет, не наш уровень, не надо себя обманывать. Мы должны есть, мы должны пить. Весь вопрос, сделаем мы из этого культ? Это наша жизнь будет крутиться вокруг этого? Мы сделаем из этого, так сказать, вокруг? Я смотрю, мой знакомый, не важно, кто, что, он Минель Махлака, глава... Начальника больницы. Большой человек, профессор, и так далее. Отделение. И он выходит на пенсию. Я его спрашиваю, ну, чем будете заниматься, когда выйти на пенсию? Он говорит, я уже думал об этом, и я буду варить. Понимаете? Его мечта о том, что он сможет спокойно, теперь нет особенного давления. У него практику продолжать. Но у него много времени заниматься кулинарией. Или еще какие-то слова, которые в этой области есть. Кулинария. Есть еще, там, связанные с выпечкой, мучных изделий. Или все вокруг этого. Он, понимаете, вот это вот, это вот его... Профессор. То есть, на самом деле, всегда в конце проявляется, к чему человек хотел. То есть, вот я сейчас выйду, я сейчас выйду на пенсию и... Осуществить, по-видимому, ту мечту, которая всю жизнь человек лелеял. О том, что, наконец-то, я выйду на пенсию, буду спокойно, никто меня не будет обеспечен, более-менее. И я займусь тем, о чем я мечтал. Значит, выяснилось о том, что всю жизнь он там был большим человеком. Ездил на разные, там, научные конференции, там, лечил людей. А на самом деле, по большому счету, одно единственное, он хотел спокойно, тихо покушать, вкусненькое, которое он сам, единственное, может... сварить для себя. То есть, остальное, по-видимому, менее, оно вкусное было, видимо, для его понимания. Жизнь может вертеться только вокруг этого. Это то, что может деться. То есть, он нам оставит религиозными людьми. А вся наша будет жизнь. Эсен Фрэсен. Знаете, есть такое, кто знает иды, что это такое? Эсен Фрэсен. Такие семьи есть, вы обратите внимание, что не надо удивляться. Надо понимать, откуда это идет. Люди, которые смогут быть и с таким Штраймелем, и с Пейсом, и их жизнь проходит вокруг еды все. Вокруг еды. Меньше может быть одежды, еда, питье. Теперь, дальше идет поездки. Человек не может вот просто так. Ему нужны поездки. По-русски это называется, это поехать в отпуск. Вообще, поехать в отпуск, это для нас шемдовар. Это что-то особенное. Это обязательно на месяц. Обратите внимание. То есть, меньше нельзя. Это не отпуск. Поэтому есть люди, которые не едут куда-то в гостиницу, потому что это дорого. А они наезжают на какого-то родственника на месяц, не меньше. Всегда заканчивается скандалом. Всегда заканчивается... И самое интересное, через год снова наезжать. Снова то же самое происходит. Почему? Потому что невозможно отменить этот металлитет о том, что надо... Что отпуск к этому месяцу. И обязательно надо куда-то ехать. А почему надо ехать? Ну, потому что надо поменить атмосферу. Верно. Действительно, так оно и есть. Действительно, нужно, нужно поменять силы. Надо то, это, другое. Есть вопрос только... А что вы делали целый год? Вдруг выясняется о том, что он мечтал о том, что произойдет в этой поездке. Это вот то, что Ецарара. Это дурное начало. Это дурное побуждение. Хотела добиться. Что у тебя голова была занята не чем-то, я знаю, там, духовным, высоким, небесным. А вот занимайся вот мечтаниями. Как ты поедешь, что поедешь. В конечном итоге куда-то поехали. Все равно там не соответствовало этим мечтаниям вообще. Картинки всегда были красивее, чем тот пейзаж, куда он приехал. К тому же там на месте, тут его обозвали, тут его что-то, так сказать, не вовремя открыли двери, там что-то протекало, там всегда чем-то недовольным. Потом надо было там сфотографироваться. Фотоаппарат не работал, потом надо было подняться на гору, а этот фуникулер не испортивался. Приезжают люди из Растроя. Ну, целый год мечтали об этом. Было чем заниматься. А, сидит сам Сатан, сам это дурное побуждение, и просто хохочет. Смотрите, как удалось этого дотичника, этого ультра-ортодоксального еврея обвести вокруг пальца. поездка. И вообще всякие остальные телесные удовольствия, о котором тут, по-видимому, не стоит говорить, потому что, чтобы соблюдать правила скромности. Хочется все время... А современное состояние? Чем и заняты. Есть люди, которые вообще слушают, вся ничего не понимают. Их действительно еда... Да, что-то там... Поели, что-то выпили, там, не знаете... Не... Ну, значит, если не еда, значит, точно что-то другое. Помните, снова дурное побуждение никогда не оставит человека. Она его так... Смотришь, он один ест, спокойный, этот готовенький, этот пьет тоже, этот куда, поездки. Молодец, сиди, мечтай. Даже вот даже оставляет, он сам прикончен. Есть люди, которые и не то, не это. Ну, значит, если не то, не это, значит, что-то другое. Приходит человек и говорит, секундочку, а ну давай покопаемся. Если не это... Нет тут много вариантов, понимаете, нет других вариантов. Люди думают, что они что-то особенное, что-то вот с ними только происходит такое. Все одинаковые. Дурное побуждение всех одинаково в свой, это называется, в свой карман засовывает. Значит, они сидят в интернете за колью. Всего лишь навсего это называется, интернета сейчас зависимость, это просто катастрофа. Теперь, что вам говорить? Раньше надо было еще как кого-то убеждать. Сейчас каждый человек чувствует, видит о том, что это просто бедствие, повальное бедствие, которое определено в многих странах как психическое расстройство. Есть места, которые там в армию не берут, таких ребят, которые имеют эту привязанность. И это страшная вещь. Теперь, мы говорим не о внешнем мире, мы говорим о нашем мире. Мы говорим о нашем мире. А если мы уже говорим, то надо знать, надо знать о том, что у кого есть интернет открытый. Вот в Израиле я говорю, я не говорю для тех, кто живет за границей, просто не знаю там ситуации, не стоит мне об этом даже упоминать. Я говорю, кто живет тут, в Израиле, хочет соблюдать, и он соблюдает, посылает своих детей в Хейдер, то есть в место, которое такое религиозно определено. Что делает отец Рара? Что он делает? Маме, ну, чтобы жить, ну, тихо, спокойно, так, чтобы никто не видел. Фильмы смотрим. Всегда все начинается с советских фильмов. Почему? Они такие достойные. Вообще в Советском Союзе делали нам, так сказать, через много лет, мы можем оценить, делали очень пристойные фильмы, качественные, и, можно сказать, на высоком уровне морали. Поэтому действительно можно смотреть. Ей тяжело, так кинокомедия какая-то ее рассмешит, КВН и так далее. вся проблема, что начинается с этого, а потом этого же не хватает, значит, надо что-то попробовать. Тогда начинают смотреть уже фильмы более современные, а потом еще более, потом и такие, и всякие. И в конечном итоге приходит практически к просиживанию до трех-четырех утра. Все, что я говорю, это реальные истории, которые перед моим носом, это трагедии, которые произошли. Теперь я говорю про мам, про пап еще гораздо хуже. Я не знаю, если это верно или нет. Кто-то мне сказал о том, что мужчина, в момент, когда он получает доступ первый раз к интернету, первое движение это в сторону порнографии. Я не знаю, да или нет. Но соображение говорит, что это верно, что, по-видимому, должно так ино и быть. Есть жены, которые жалуются на мужей. Нету, по-видимому, дня, чтобы не приходило по почте вопросы, связанные с жалобами жен по поводу просиживания их мужей в нескромных местах. Что-нибудь непонятно, что вы хотите от этих несчастных мужей? Мы им дали полный доступ к самым большим наслаждениям, которые они могут получить. И вы хотите, так сказать, и вы еще удивляетесь, что они этим занимаются. Смотри, я тут живая сижу. Хорошо, ты живая садишь, посмотри. Там более роскошная еда для вашего мужа, чем тут жена, которая вечно недовольна им. Там все довольны. И наоборот, все очень приятно, очень хорошо. И довольно-таки привлекательно. А жена не понимает, конкуренция завела. мы говорим про религиозных людей, понимаете? Мы не говорим про религиозных людей. Сколько историй, сколько разрухий есть. Среди наших. Я говорю, среди наших. Человек мог 10 лет совершенно спокойно, он в рех, он сидит, учится в коре. А потом просто, ну знаете, всегда начинается с чего-то. Смотрите, как ясно работает, что вы знали. Всегда начинется с чего-то, что без чего, ну невозможно, ну невозможно. Без чего невозможно. Имел нужен, электронная почта нужно, естественно нужно. Обязательно есть мама, которая хочет видеть своих внуков через бабушку. Нам нужен скайп. Теперь если нужен скайп, значит, мы видим, надо на интернет. Но если уже есть интернет, то иногда нужно туда проверить. Действительно, интернет приносит огромнейшую пользу. Представляете, это надо было ходить куда-то то ли на почту, то ли в банк, то ли куда государствует учреждение. Не надо никуда ходить. На месте попався, набрали, послали, получили, все, все. Прекрасно, это же колоссальная польза, которая есть. Но там, где есть польза, тот же самый Яцарар, который придумал этот интернет. Никто другой не придумал его, кроме самого сатана. Он говорит, есть, называется, что называется, я вам дам ту часть, которую вы будете все на нее указывать. Вот смотрите, какая она хорошая и правильная. А я к вам прилеплю к этим уже такую добавочку, что вы туда все ее приклеитесь к ней, и там и утонете. Он точно знает, что делать. Вначале это же было, это открытие интернета, это было, когда его только запустили, только в военных целях это вначале было, а потом среди в университетах, как сеть, которая должна была давать информационный материал, доступ к информации, свободный. Это было что-то, это была революция. Но очень быстро туда добавили физиономии. Всякие разные там ролики, всякие разные фотографии, описание самого себя. Вдруг люди получили доступ к чему, что дает ему какое-то удовлетворение, какое-то удовлетворение своего эго, я тут присутствую, кто-то мне говорит, какие-то надо было какие-то, как называется, лайки выставляют, вот я выставила свой этот, свою фотографию, одна говорит, женщина говорит, вы знаете, вы правильно говорите, я два часа просидела и ждала, когда мне кто-то один под лайк даст. пришлось, пришлось выпить, она признала, пришлось выпить, чтобы, чтобы, чтобы унять себя, немного выпила, 50 грамм, чтобы унять свою душу, чтобы, потому что сразу не ползлили, на следующий день кто-то дал лайк, успокоился. религиозная женщина вокруг, этого проходит ее жизнь, понимаете. Квозь интернет у него нет, не может быть и рад шамаем, богобоязненностью, две вещи, которые противоречат друг другу, не может быть. Естественно, что речь не идет, кто употребляет это только по назначению. тут в Израиле кошерные интернеты, то есть, которые ограничивают, ограничивают полностью, частично, доступ к ней не очень хорошим содержанием. Все это. Пользуются этим. Вся проблема, что всегда, когда пользуются этим, то хочется еще чем-то попользоваться, хочется еще что-то посмотреть. Вот это то, что надо бояться, это надо знать, это постерегает нас, это неизбежно постерегает нас. Всегда начнется с чего-то, что не обязательно нужно. И обратите внимание, всегда, через какое-то время вы увидите себя, что вы поглядываете уже что-то в другом, вообще, первоначальным этим целям вообще не соответствующим, вообще не связанным. Вот оно, вот оно. Есть люди, которые просиживают чуть ли не целый день. Раньше там интересовалась политика, а сейчас вообще люди переставали, какие-то даже интеллектуальные темы, только мало людей интересуются, но они просто что-то смотрят, какие-то картинки, какие-то ролики бесконечные, которые вот это интересно, вот это просто смотреть, вот это посмотрело. И главное, чтобы не было вообще понятия толстой книги, их вообще перестали читать. Сейчас, по-видимому, даже тонких не читать. А сейчас уже даже длинные фильмы не смотрят, это уже не могут выдержать, потому что Яцара что хочет? Яцар по своей причине, по своей природе, да, это мы касались этого, он по своей, он как фантазия, как мысль воображения, она хочет скакать с одной темы на другой. Разум по своей природе способен упереться в одну точку и не сдвинуться с нее час, два, три, полная, полная концентрация. Это сила разума. В отличие от этого, сила воображения не способна сконцентрироваться на одной точке. Она по своей природе, она хочет сказать, посмотрел дальше, а это, а это, а это, а это. Согласно этому, понимаю, психологи хорошо понимают, они дают рекомендации людям рекламы. Вся реклама построена, обращается к этому воображению человека, а не к его разуму. Там и находится, в этом воображении, мелькающем, от картинки к картинке, от ролика к ролику, от вообще каких-то, каких-то сетей, а про сети вообще не говорили. Сети, даже не стесняются так и назвать. Попал в сети, сижу в сетях, в сетях, понимаете, переписываться с кем-то, совершенно бесполезные какие-то разговоры и переписки. Он мне написал так, а выставил картинку так, и смотрел так. И это заполняет душу. И люди смотрят, они не могут отрываться от этого. Скипой. Спейс. И после того, как мы прислушаемся к его советам, относящимся к жизненно необходимому пропитанию, оно приведет нам вкус к вещам излишним, второстепенным, любовь к увеселениям и усложнению себя, зависть к царям и их прислужникам, желание уподобиться им и вести себя подобно им, следовать их нравам в погоне с удовольствием. Описывают нам реальность средних веков. Дальше еще, тем более. Сегодня точно так же. Все то же самое. Только чуть видоизменилось. После того, как мы прислушаемся к его советам. То есть он дал нам хороший совет. Смотрите, надо быть нормальным человеком. Не надо быть фанатиком. Он приведет, оно приведет на вкус к вещам излишним. Излишним. Купить это, купить то, купить... Приобретательство называется. Есть такое, что-то такое вот... Вот без этого краника у меня вообще жизни не будет. Надо поменять ковер на другой, будет лучше. Обстановка поменяется. Излишним второстепенным. Слово второстепенно, оно тут основное. Всегда это дурно побуждение. Основное его как бы желание поменять главный второстепенный. Главное, чтобы стало второстепенным, второстепенным. Вы занимайтесь второстепенным. Тогда я тогда свою цель я добился. Дальше. Любовь к увеселению и усложнению себя. А погулять? Естественно, что человек не может вот так, просто так проводить время без каких-либо увеселений. Поэтому требуется пойти туда, поехать туда, сделать это, сделать то. не сказано увеселение. Не сказано о том, что есть у нас митцва, повеление радовать жениха и невесту. Да, у нас тоже есть увеселение. Вот ходим на свадьбу, там, танцуем, участвуем в свадьбной церемонии. А тут сказано любовь к увеселению. Слышите, не занимается увеселением, а у него уже есть любовь к увеселению. Его тянет к этому, как любовь, тянет к этому. Мысли о том, какая еще будет. Тут вечеринка, там встреча, тут поехать в кафе, там, до границы. Салиха. Зависть к царям и их прислужениям. Нету царей. А кому есть зависть? Элита. Сильным от мира это всего. Людям богатым. Во, они живут. Вот видите, яхта там, поехали туда, вот большой дом. Не знаю, по-видимому, вот они проводят время. Хочется быть, как они. А у нас, наоборот, сказано, в перке вот сказано о том, что бедные должны быть частью твоего дома, гостями там. Нам хочется дружить с бедными. Это делает нам почесть. Мы хотим, чтобы у нас были друзья, богатые, люди знаменитые, члены правительства. Люди хотят хвастаться чем-то таким, какое-то имя знаменитое сказал, да мы с ним, знаете, корыщи, да, друзья. Вы же не будете какой-то, я знаю, мойщик, который никто не знает, и вы гордитесь им. Бедные, несчастные, которые ходят там, собирает. Все наоборот. Зависть к этой элите, к этой богеме. Слово на иврите не слышится богема хорошо, верно? Такая ассоциация с словом богема. Желание уподобиться им, вести себя подобно им, следовать их нравам, погоне с удовольствием. И когда дурное побуждение увидеть нашу охоту и страсть ко всему, то есть она видит о том самом деле, клюнули, клюнули, да, то есть с верой все нормально. Он не менял, не поменял пиджак, осталась у него белая рубашка, предположим, кипа на голове осталась, фейс и не спилил. Молодец. Скажет ему так, а ну собери силусь, и такой образно говорит, соберись силой и обнаружь мощь руки своей. Ты, муж, побежденный соблазном, яви усердие во всю силу свою, ты богатырь обольщенный. Служи этому миру и людям его, быть можешь, достигнешь хотя бы части твоих вожделений в нем. И не займайся ничем из того, что имеет отношение к будущему миру, а только тем, от чего тебе будет польза в этом мире, и что поможет тебе нравиться людям приобрести благословение, благорасположение сильных мира сего и правителей. Видите, вот прям так и прямо и сказано. Что хочет от нас вот это дурное побуждение? Одно единственное. Он говорит, смотрите, для чего человек пришел в этот мир? Уже тысячу раз тут обсуждали. Для грядущего мира, не для этого мира. Для грядущего мира. Значит, чем мы должны заниматься всю нашу жизнь? Подготовка к этому грядущему миру. то есть тем, что приведет нас к этому грядущему миру. Что приведет добрые дела, учеба, соблюдение, повеления. приходит, и говорит, смотри, большие, толмитхахам, ты не можешь, раби, акива, ты точно не будешь. И хазон, не будешь, не будешь, не будешь. Успокойся. большим праведникам, тоже, по-видимому, так сказать, смотри, сколько посмотри, ну, почитай, почитай, кто были праведники и кто ты. Ну, ты хотя бы добейся чего-то в этом мире. Получается, что таким образом царо хочет человека полностью перенаправить, чтобы он просто, чисто по, вот, временное, вот, времяпровождение, чтобы он в основное время уделял не грядущему миру, то, для чего пришел в этот мир, а чтобы он занимался этим миром, который, ну, ничего, только, эта работа называется на свой гроб, на свою могилу, потому что все, что человек делает в удовольствие своего тела или просто для своего развлечения, даже в могилу не уходит. Это в пустое место. В пустое место. Для чего? Это просто, чтобы вот, это семиминутное получить какое-то удовлетворение своих этих слепых сил начала этого дурного. и все. А что дальше? Какое последствие этого? Только еще хуже. Хочется еще больше. То есть полностью увести человека от этого пути. Не заниматься ничем. Только этим миром. Только этим миром. Ешь, пей, наслаждайся, смотри. Мир полон наслаждений. Не надо отчуржаться от них, говорит он, не террор. И не утруждай свой ум никаким признанием, никаким познанием, кроме того, за что достоишься почести от людей своего поколения и благосклонности больших людей своего времени, вельмож и правителей, начальников и важных персон. Сделайся знаком языка, тонкости стилистики, грамматики, стихосложения, красивых загадов и шарад, чарующих притч, оригинальных поговорок и афоризмов. Старайся постоянно находиться в обществе, в котором звучит изящная речь и учись разговаривать с людьми из всех слоев общества и не молчить, чтобы не прослыть невежды и глупцом и оставься прочей премудрости, ибо труды в них велики и опользуемого. Вай, вай, вай. Смотрите, что он описывает. Смотрите, какой уровень был тогда и куда мы дошли сегодня. А? То же самое. То же самое. Я не знаю. Молодое поколение о том, заниматься, сделаться знатоком языка, тонкости стилистики, грамматики, стихосложения, красивых загадов, шарующих притч, оригинальных афоризмов. Где вы такое сейчас встретили? На хон, верно, народ стал писать. Раньше были читатели, а сейчас все стали писатели. Это верно. Это мнение свое высказывает. Но отсюда и до знатоков языка, и тонкости стиля, и притчи, и оригинальные афоризмы, и изящная речь. Далеко, очень далеко. И тем не менее, смотрите, как тогда, почему он это говорит? Потому что в том обществе, в средние века, то есть, вначале он говорил для людям, которые по-простому. Такая называется, такая, рабочая крестьянская прослойка. Для них по-простому. Он покушал, поел, развлекся, развлечения для тела, все телесные удовольствия и все, больше особенно. И пошел на Марьев. Нормально. Но есть люди с более тонкой душой. Всегда есть люди более грубые, а есть более тонкие. Теперь для тонкой души его не заманишь какой-то, я знаю, так сказать, каким-то пирожком или какой-то кока-колой или картинкой какой-то девушки. Зедер, он как-то еще переборет себя. И он стоит как-то более на высоком духовном уровне. Тогда к нему подойдет это дурное побуждение с другой стороны. И она ему скажет, смотри, не занимайся содержанием, занимайся формой. Знаете разницу между формой и содержанием? Это, 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 никогда не забуду, приводил пример неоднократно, это просто было перед моими глазами. Приехал однажды навестить один, навестить, один человек, редкий, какой-то профессор из Хайского техниона. И он решил посмотреть, знаете, иногда ездят на экскурсию антропологическую куда-то на, в Китай, я знаю, там была, не знаю, Индию, особенно любит. А есть, которые решат, просто приехать в Иерусалим посмотреть, не надо легко ехать, мы тут вообще как отдельное племя живем. Так он хотел посмотреть, как изнутри эта жизнь религиозная выглядит. Делки Пу очень уважительно вел, он попросил меня, чтобы я повел в синагогу, чтобы смотреть внутри, как это выглядит. Пришел туда, но он такой, очень такой, общительный человек, он начал говорить там со всеми, то есть, с кого он стоит. и перед началом это было Минха в субботу и перед началом ночи мы пришли где-то за 3 минуты и он, так сказать, подошел, посмотрел полк книг, да, смотрит на книги, ни одна из них незнакомая ему, взял эту книгу, полистал, а дети там стояли, дети 11-12 лет, а он, говорю, иди сюда. Кто это написал? Говорит, Раши. А когда он родился? Даже взрослый, по-видимому, не ответил, на когда он родился. Тогда был один, в этом же еврейские дети. Он говорит, а ты понимаешь, что он пишет? Профессор, он ни одного слова не мог понять, что он пишет. Понимаете, что такое форма содержания? Его интересовало только, только вот, когда он родился, когда умер, его вклад в талмудическую интерпретацию и какой-то докторат. И средние века, влияние вот, я знаю, среды на его направление в умысле. Все вокруг да около. Но только о чем он говорит? То есть, само содержание? Нет, это не интересует. Конечно, такое форма содержания. всегда хочет, всегда вот таких людей, она хочет, чтобы вот, вот давайте, давайте, вот, вот, вы неправильно сказали. Ну, хорошо, я верно, но неправильно сказал. но вы поняли, что сказал? А их не волнует, что сказал. Я слушаю, главное, правильно говорить, неправильно говорить, да? Ошибзи в языке, не ошибзи в языке. стихи в языке. Стихи сложнее. Когда-то, еще в наше поколение, люди писали стихи. Сейчас пишут стихи молодые, я не знаю, пишут сейчас стихи. Молодое поколение их интересует стихи. Вот те, которые все время пишут, 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 они пишут в стихотворной форме? Есть. Есть такие? Отлично, вы меня успокоили. А красивые загадки, шарады, чарующие притчи, кто пишет притчи? Раньше мудрость, мудрый человек, этот человек вообще говорил имя милицот, милицот, это по-русски, как называется это, он говорил это, это как все в такой заваулированной форме, надо было намеками. Аллегориями. Раньше говорили люди, которые на уровне, которые говорили, они не говорили вот такой прямой форме, простой, как просто люди, а они говорили, это сказать, очень заваулированно, в коллегориями, всякие разные афоризмы и так далее. Это тогда понимали один другого. Никакого отношения к содержанию это не имело. Это уводило, это просто человек может утопить, утонуть в этом. Сидеть в этом, придумывать все, то, это. Сколько есть стихов написанных, которые ясно, очевидно, что форма есть, отлично. Ноль содержания. О чем речь идет, вообще непонятно. По-видимому, даже кто писал, не понимает. И дальше, какой прекрасный совет. И не молчить, чтобы не прослыть невежда и глупцом. Пиши, пиши блоги, пиши, участвую во всех этих переписках, я знаю, как это называется, я не знаю, как это называется в интернете, которое переписывается в конце, там всегда. за язык. Не-не-не, чат, 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 ну отвечает, знаете, что-то один написал, а он ему ответил, вот эти, типа этих, да, вы видите, разбирайте. Пожалуйста, пиши, видите, кто дает этот совет, теперь мы знаем, по храме, кто дает этот совет. Какая сила толкает этого человека сидеть, сидеть, целый меня, тот прочел, нет, я ему сейчас отвечу, он мне ответил, так, я ему тоже ответил, что тебе толкает, кто тебе толкает, видите, вот какая сила, почему, чтобы не прослыть невежда и глупцом, что тебе знают. Надо быть человеком образованным, надо быть, это не разбираться в этом, разбираться в том, сидеть, я не знаю, мне рассказали про одного парня, парня религиозного, который никогда ни в чего, вообще никуда не смотрел, никуда не смотрел, и дорвался до интернета, представляете? Вы думаете, на что-то плохое вовсе нет? Он говорит, целый день, он читает, это в Википедии есть такое, он целый день, так сказать, у него не было, он вот всю свою теврейскую голову совсем, так сказать, он читает Википедию, Википедию, не знаю, что же делать? Дает он сразу совет, но если ты с самого начала не приоткроешь дверь для вожделения, то есть, не будешь приучать себя к излишествам, к вагоне за ним, и ответишь своему, злому побуждению, что в них нет нужды, и довольна нас, тех трудов и волнений, которые мы несем, добывая жизненно необходимые нам, а если Бог пошлет нам что-то сверхнеобходимое, без сердечных забот и умственных усилий с нашей стороны, то мы используем это достойным образом согласно велению законов Торы, а если же не пошлет удовольствуемся необходимыми и ничем сверх этого, то злое побуждение будет сокрушено и побеждено. О, теперь давайте он тут же дает нам ясную рекомендацию, как это уберечься от этого. Надо знать так. Если мы попали в сети к этому начальнику, к этому генеральному соблазнителю под названием дурное побуждение Яцерара, у нас практически нет шанса выйти оттуда. Нет шансов. Единственная возможность это приучить себя заранее, тогда, когда человек не стоит перед соблазном, изучая подобные книги, изучая этику, зар, тогда, когда разум силен, тогда, когда ничего не воздействует, когда сытый, ничего тебя не отвлекает, подготовить себя к этому моменту, когда придет следующий атака, а она сто процентов придет. И сказать себе по-простому заранее о том, что я не подамся на этот соблазн. А единственная возможность не податься на эти соблазны это изначально не допустить не впустить свое сердце в это. Рассказывают практически про всех долейдор, всех великих, я знаю, раввинов этого времени. Они ели, они намечали себе, знаете, заранее, они знали, сколько они должны съесть, например, кусочек хлеба, столько, сколько нужно для благословения пруссо. Пруссо, это ломоть или полторы или два, в зависимости от того, столько надо. И не больше, все остальное не стояло даже. Только та порция, которая изначально намечена, ни никогда, ни больше, ни меньше, вот такое, это необходимое для этого, это необходимое, то, что ели, это все, что это заранее не попасть. Одежду, какая разница мне белая рубашка, поехать, если есть необходимость, надо ехать. Нет, нет. Обеспеченность, пошлет мне Бог, хорошо, мне пошлет тоже, хорошо. Целый список, нет времени, просто не хочу эту тему развивать, но сама идея, ее надо знать, это единственная возможность бороться. Попав уже к сети, к нему, уже когда мы там внутри, мы проиграем, мы не выберемся из этого. Когда мы уже там внутри сидим, рассматриваем какой-то ролик, какой-то этого, не можем уже оторваться, не сможем уже. Но вот это первое движение, не нажать на кнопку, первое движение, не расслабиться и улететь в мечтаниях о куда-то поездке какой-то или какой-то, это да, мы можем, это да, в наших силах. Это единственная возможность уберечься от этого. А кто себя приучает к этому, фу, это занимает всего несколько месяцев, и он вдруг получает в руки необыкновенное орудие, которое позволяет ему свободно жить. Он начинает управлять своей жизнью, он начинает управлять своими желаниями, а нежелания управляют им. Совершенно другая жизнь. но если мы подчиняемся его советам, то будем опускаться все больше и больше, пока не погибнем и в этом мире и для будущего мира. Все это примеры, относящиеся к первой из двух частей, на которой подразделяются сомнения, вносимые в душу человека его дурным побуждением, если он слаб, познание вудрости Бога его тоже. Вот мы завершили приблизительно, что завершили только первую часть, самую первую часть тех шагов, тех ловушек, которые выстраивает нам дурное побуждение, начиная с попытки сбить нас в основах веры, а если это не получится, то она нас по-простому захочет усыпить. Что она захочет сделать, напустить над нас вялость и лень, а потом просто занять целый день, чтобы мы все время, целый день голова крусилась, то ли поесть, то ли как одеться, то ли куда-то поехать, то ли куда-то принести, все время вокруг этого, чтобы полностью отвлечь от того истинного, для чего пришел человек в этот мир. Надо это знать, оберегаться этого, единственный путь уйти от этого, это заранее не допустить, заранее себя подготовить к этому бою. Это мы разобрали только, каким образом дурное побуждение воюет с простыми людьми. Но есть же люди, которые обладают более сильным разумом, есть те, которые действительно сведущие в мудрости Всевышнего, есть мудрецы Торы, а мы знаем правило о том, что чем выше человек, то есть чем больше мудрец, тем его дурное побуждение сильнее. всегда соблюдается простой принцип. Если парень такой простой, то его называется соперник тоже простой, его дурное побуждение тоже простое, оно далеко не уходит, покушать, выпить, пиво, такое, пиво, такое. А если речь идет о человеке, мудреце, то человека мудрым, то его соперник академик, он всегда выше. если вы профессор, значит, он должен быть точно академиком, член-корреспондент, не знаю, кем он должен быть. Должен выше. А об этом поговорим в следующий раз. Там совершенно другой подход, все совершенно, так сказать, поджидает, и террора человека точно так же, но в других местах. Тут остановимся, всего доброго, браха вацлаха. Привет из Руссалина. 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 Руссалина.